Восьмого августа в Федерал Пресс-центре прошел круглый стол на тему брендинг и маркетинг города Екатеринбурга. В обсуждении приняли участие представители властных структур, маркетинговых фирм, общественности и прессы. Центральным стал вопрос о результатах конкурса по выбору слогана для Уральской столицы. По большому счету есть два больших проекта, которые по своей существенности крайне публичны должны быть. Это разработка бренд-стратегии города Екатеринбурга и разработка слогана для города Екатеринбурга. По идее это взаимосвязано, но так или иначе в нашем городе это немножко было разделено. Напомним, что на прошлой неделе закончился последний этап выборов слогана для Екатеринбурга. В течение двух месяцев пользователи сети интернет могли проголосовать на официальном портале города за один из четырех вариантов, отобранных экспертами из почти 600 поданных заявок. В результате с заметным отрывом победил слоган «Возможности без границ». Заместитель директора муниципального учреждения столицы Урала Алексей Баталов рассказал, что в день города, 20 августа, будет названо имя победителя, которому торжественно вручат приз – 50 тысяч рублей. По мнению эксперта, выбор слогана – это лишь верхушка пирога в деле создания бренда, и основная работа еще впереди. Именно ее обсуждению был посвящен круглый стол. В начале специалист по региональному брендингу, руководитель проектов Московского фонда «Институт экономики города» Денис Визгалов поделился своим видением пути развития бренда «Уральской столицы». Из событий, которые у вас не упоминалось сегодня, но которые очень сегодня начинают звучать в стране – это сценография. Это очень мощное мероприятие, я о нем слышал не только из первых рук, но и опосредованно уже в других городах страны. Это очень важный шаг. Екатеринбург – это единственный город в стране сегодня, в котором граффити не считается деструктивным искусством. С каждым годом это приобретает какой-то чуть больший такой вот размах, эта ниша как-то немножечко выгрызается, так все шире-шире, и это хорошо. Мне кажется, вот это тоже очень Екатеринбург гадится, ложится в эту концепцию экономики событий. С тезиса «Интернет – первичный канал информации для иностранцев» начал свою презентацию заместитель генерального директора РИА «Федерал Пресс» Олег Орлов. В своем докладе он сделал обзор городского портала екабург.ру, где проходила финальная часть голосования по выбору слогана, и посетовал на то, что данный портал малоинформативен для иностранцев. Также Олег Орлов порекомендовал обратить пристальное внимание на позиционирование в интернете при разработке бренда города. Английская версия портала, она достаточно очень скудна, она переведена не полностью, она только частично, то есть какие-то вещи переведены, вот, и существуют еще слова на русском языке. Соответственно, если инвестор захочет найти какую-то информацию о Екатеринбурге, во-первых, он этот сайт найдет, потому что он продвигается только в Яндексе и немножко в Гугле, а в Яху мы находим по слову Екатеринбург, находим сайт портала екатеринбург.тв. Портал частный, сделан каким-то турагентством, там у них даже, в принципе, не можно найти это. Зато, что хорошо сделано, переведено несколько языков, вот, и присутствует реклама для туристов. Собственно говоря, вот, фактически, данный портал, администрация города должна была сделать в качестве, красивом варианте, как они сделали портал Екатеринбург.рф, но для инвесторов, а не заниматься, скажем так, разработкой слоганов. Все-таки, прежде всего, мне кажется, это должны быть грамотные информационные интернет-ресурсы. Развитие бренда Екатеринбурга в формате экономики событий предложил в своей презентации директор группы компании ZNG Владимир Жолобов. По его мнению, организация и проведение на постоянной основе мероприятий уровня Иннопром может стать основой для развития уральской столицы и увеличения ее узнаваемости на мировом рынке. Бизнес-город и город-встреча событий. Значит, цель какая? То есть, это сделать город самым комфортным городом для ведения развития бизнеса и город для проведения деловых мероприятий в России и в России. Можно закрепить статус деловой центра России, международный деловой центра Европы-Азии, город-встреча событий. То есть, именно такой стильный ряд должен устремляться в Екатеринбурге. В заключении Сергей Балакирев, директор рекламного агентства Art Media Group и ведущий круглого стола, высказал уверенность в том, что подобные мероприятия послужат отличной возможностью для обсуждения представителями власти и экспертами вопросов брендинга Екатеринбурга. Арсений Никифоров, Алексей Юдин, Федерал Пресс.